Уважаемые коллеги, разрешите представить вам сообщение об опыте применения трансплантации фекальной микробиоты в нашей клинике за 2018 год. В этой аудитории нет смысла говорить о возможностях коррекции микрофлоры человека различными путями. ТФМ – это древний метод. В Китае применялся так называемый «желтый суп» при различных диарейных синдромах и отравлениях. И в XVI веке китайцы впервые применили леофилизированный биологический материал, то есть леофилизированный кал для лечения различных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Но возрождение метод ТФМ получил в середине прошлого века, когда Беном Айсманом с его коллегами была опубликована работа об успешном излечении четырех пациентов с кластридиальной инфекцией путем введения клизмы с донорским калом. В нашем центре ТФМ проводится ровно три года с июня 2016 года и включает в себя три этапа. Очень сложный, пожалуй, и ответственный этап – это подбор доноров. Подбор доноров, их обследование. Мы благодарны нашему руководству за то, что теперь для этой цели у нас создан целый блок в лабораторном комплексе, где мы работаем с донорами, обрабатываем и храним донорский материал. Это подготовка самого препарата КАЛа и эндоскопическое введение препарата КАЛа-рецепиенту. Нами был выбран верхний метод доставки, а именно доставка биологического материала в тущую кишку путем выполнения гастроюноскопии. Конечно, прежде всего нас интересовали вопросы не только клинической эффективности этого метода, но и вопросы безопасности. И с учетом вот этой статьи, которая вышла в начале июня, в средине июня, нам тоже поступало много писем. Один коллега спросил, вы, наверное, расстроились? Нет, мы не расстроились. Это заставляет искать более глубокие подходы, в том числе и к обследованию доноров. Но была опубликована работа в конце 2018 года, где проанализировано более тысячи случаев ТФМ. И только несколько было описано серьезных побочных эффектов. Что касается наших пациентов, скажу сразу, что три четверти пациентов в течение первых суток испытывают урчание по ходу кишки и незначительную тошноту. Итак, это не все представленные требования к донорам. Отобрать их действительно сложно. Мы не пошли по пути использования родственных доноров. Таких пациентов у нас единицы. Как правило, это доноры из числа студентов, спортсменов. И поверьте, даже из этих как бы здоровых людей не все подходят к этой процедуре. В 2018 году нами выполнено 30 подсадок. И у 23 пациентов, у 5 из них выполнены подсадки повторно. И впервые мы немножко опоздали. Санкт-Петербург нас обогнал. Мы впервые в прошлом году выполнили две ТФМ путем дачи пациентам капсул с леофилизированным материалом. Итак, пациенты были представлены почти пополам мужчины и женщины, молодые. И мы уделили внимание прежде всего пациентам с воспалительными заболеваниями кишки. 10 случаев было болезни Крона, 5 случаев язвенных колитов и по 4 случая СРК и клостридиальной инфекции. Пациентки с СРК – это действительно пациентки молодого возраста. Вы знаете, что синдром раздраженного кишечника – это всегда диагноз исключения, когда мы исключили всю органическую патологию. Это сложные пациентки в психологическом плане. Они заставляют врача, затрачивают на них большие не только физические, но и душевные силы. И вот впервые мы выполнили в 2018 году, мы взяли все виды СРК с преобладанием диареи, с преобладанием запора, ну и так называемая смешанная форма, когда преобладает болевой абдоминальный синдром. Особенность наблюдения за этими пациентами заключается в том, что у них нет четких точек контроля. У них нормальные показатели, острофазовые. Единственное, что мы наблюдаем за их клинической картиной, и наше упущение, которое мы, я думаю, исправим в этом году, мы не оценивали качество жизни их по опросникам, а качество жизни – это для них, наверное, один из главных принципиальных моментов. Положительная динамика отмечена у всех пациенток. И следует отметить, что та пациентка, которая к нам попала с болевой формой СРК, она не прожила в течение последних трех лет ни одного дня без селективных спазмолитиков. Уже и селективный, и неселективный вход шли. В настоящее время, естественно, мы всех их отслеживаем, поддерживаем связь. Она принимает эпизодически раз в два-три месяца какой-то селективный спазмолитик, когда она пытается расширять диету, потому что всем хочется ввести такой обычный образ жизни. И следует отметить, мы в том году делали такой доклад, анализировали первых своих пациентов, что при СРК с диареей эффект наступает после первой процедуры. Пациенты с клостридиальной инфекцией, пожалуй, самая благодарная когорта пациентов. Выполнено 4 ТФМ, причем 2 из них капсульные. Но все-таки мы заметили, что все-таки лучший клинический ответ, быстрее наступающий клинический ответ мы получаем, когда мы выполняем классический ТФМ, то есть вводим биологический материал в тощую кишку. Капсулы пациентки проглатывали очень легко. Это реальная картина наших капсул. Они у нас двойные, кишечно-растворимые. Не было никаких проблем. Нам не приходилось их тренировать как маленьких. Детей очень хороший опыт. Мы подсмотрим его. И наступало очень быстрое клиническое улучшение. Хочу сказать, что ТФМ этим пациенткам выполнено после безуспешного лечения антибактериальной терапии, та, которая прописана в клинических рекомендациях по лечению клостридиальной инфекции 2017 года. Применение при ВЗК. ВЗК – это вообще наша тема. Это вектор, куда повернулось развитие нашего отделения после образования в Федеральном научно-клиническом центре. И заболеваемость и распространенность будет расти. Мы научились их лучше диагностировать, не только как клиницисты. У нас есть для этого и лабораторные методы, и эндоскопические, в том числе и видеокапсульная эндоскопия. И мы понимаем, что дисбиоз при ВЗК – это ведь не только маркер нарушения проницаемости кишечной стенки, это маркер постоянно поддерживаемого воспаления. И правильно Липлок написал, замечательная у него статья вышла в конце 2018 года, что ТФМ является ценным инструментом для целевой модификации микробиоты, приводящей к терапевтическому ответу. Пациенты с язвенным колитом, их было 5. Мы взяли пациентов достаточно тяжелых, с тотальным и левосторонним поражением. И всегда у пациентов с ВЗК мы ставим каждому индивидуальную цель. У пациентов с ВЗК, как правило, это остаться на той базисной терапии, не допустить назначения препаратов следующего, так скажем, этапа лечения – это гормональные цитостатики и препараты биологической терапии, и вернуться или редуцировать базисную терапию до поддерживающих доз. У всех этих пациентов была достигнута клиническая динамика, и у всех этих пациентов нам удалось оставить их на базисной терапии. За ними мы наблюдаем до сих пор. Никто из них пока, слава богу, не перешел ко второму этапу, а именно к присоединению к препаратам 5-аминосалициловой кислоты, гормональных препаратов. Мы посчитали индекс клинической активности, он у всех достоверно снижался. На седьмые сутки мы его подсчитали у всех пациентов этой группы. Пациенты с болезнью крона. Мы брали классических пациентов, это терминальные элиты и сочетание поражения терминального элита с сегментарным поражением толстой кишки. У всех пациентов достигнута положительная клиническая динамика в виде редуцирования синдрома кишечной диспепсии, уменьшения болевого абдоминального синдрома и стремления, так скажем, к нормализации всех острофазовых показателей. Мы пошли на такой шаг, потому что состояние пациентов это позволяло. 50% из них, то есть четверо, на самом деле немного, но они не получали никакого лечения до выполнения ТФМ. И мы смогли за ними наблюдать от 3 до 7 суток чисто на фоне проведения трансплантации фекальной микробиоты. И мы получили хороший ответ, но, естественно, потом, согласно тем же клиническим рекомендациям, им было назначено то лечение, которое им положено было назначить. И сделали мы такой вывод о том, что все-таки ТФМ больше влияет на синдром кишечной диспепсии, чем на болевой абдоминальный синдром. Посмотрите, это индекс Харви Брэдшоу, который мы посчитали у пациентов с болезнью крона до и на седьмые сутки после выполнения ТФМ. И красным отмечены те пациенты, у которых мы ТФМ использовали в рамках монотерапии, но в короткие сроки, от 3 до 7 суток. Предварительные выводы, которые бы мы могли сделать, исходя из нашего такого почти трехлетнего опыта, в том, что ВЗК, наверное, это будут основные категории пациентов, которым мы будем применять метод трансплантации фекальной микробиоты. У каждого пациента необходимо ставить индивидуальную цель. У пациентов с ВЗК, естественно, метод ТФМ может рассматриваться только как дополнительная терапевтическая опция, в отличие, например, от тех пациентов с кластридиальной инфекцией, которые уже прошли курс антибактериальной терапии, но и пациентов с СРК – это большой вопрос в монотерапии, поможет или нет, все равно за ними требуется динамическое наблюдение, психологическая работа и так далее. Также нам требуется дальнейший поиск объема необходимой индивидуальной терапии как до, так и после ТФМ. В западной литературе до сих пор ведутся споры, надо ли санировать кишку до ТФМ и так далее. В связи с тем, что у нас появился такой шикарный инструмент, как определение короткоцепочных жирных кислот в калии до и после ТФМ, мы теперь можем индивидуально подходить, кому из пациентов назначать. Ну, препарат, он у нас единый, один и единственный зарегистрирован на рынке, это препарат Закофальк. Кому назначать, кому не назначать – это уже такие элементы персонифицированной медицины. И в дальнейших задачах проекта, это последний слайд, конечно, нам было бы интересно определить клинические предикторы, то есть выбрать тех пациентов, которые ответят в 100% и ответят так, как мы хотим. Это индивидуализация путей ведения трансплантата. На гастрофоруме в прошлом году мы представили неудачный опыт применения ТФМ у пациента с язвенным колитом в виде проктита. У него была маленькая зона поражения прямой кишки, но ТФМ на него не оказало никакого положительного влияния. Во всяком случае, оно было очень кратковременным. Наверное, к этому пациенту нужно было применить иной путь введения трансплантата, но это все будет решаться в рамках нашего научного проекта. Ну и, конечно, с нашей научной группой, это задача максимум, наверное, которая стоит, одна из задач максимум – это идентифицировать те активные компоненты, микробиоты, которых мы можем в дальнейшем использовать в рамках терапевтических агентов. Ну и хочу сказать, что пациенты с ВЗК – это наша, повторяю, больная тема, очень актуальная тема. Если в 2010 году в нашем гастроэнтерологическом отделении, тогда еще на 25 коек их проходило 2 в год, то в прошлом году уже их было 50. И, конечно, до сегодняшнего дня вся терапия у этих пациентов была направлена только в одну сторону – в сторону иммуносупрессии. У ТФМ задача другая путем воздействия на микробиоту. Мы еще не знаем, какими механизмами, точно не знаем. И, наверное, только решение этих задач на параллелях сможет нас привести к тому терапевтическому ответу, который ждем мы и который ждут наши пациенты. Спасибо за внимание. Спасибо большое, глубоко уважаемые коллеги, за блестящие доклады. Мы фактически... Продолжение следует...